Продолжение следует... 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 Это причина и нашей пресс-конференции, и того, что произошло 23 числа. Соответственно, после его заявления мы покинули зал, потому что от наших услуг отказались. Оформлено это было через два дня уже, так сказать, юридически, соответствующим постановлением Красайского суда, или вернее, судьи в председательстве, еще на процессе. И с этого времени мы юридически не являемся защитниками Сергея Дуванова. С этого времени мы не имеем к нему доступа. Но это не означает, что мы перестали его, по большому счету, защищать. И вторая часть моей водной, на которую я хотел обратить внимание журналистов, заключается в следующем. Все вы свидетели того, что с момента начала судебного процесса, до настоящего момента, защита не выступала ни с какими заявлениями. Мы не проводили пресс-конференции, мы не политизировали процесс, мы не пытались каким-либо образом давить на суд, следствие, или создавать какую-то волну. Другое дело общественный штаб, это его право, они защищают Дуванова политическими методами и имеют полное право, потому что в данном случае, я сейчас уже говорю, как директор бюро, я тоже усматриваю в этом политическую составляющую. Более того, не только политическую составляющую, а сейчас у нас есть определенные подтверждения нашей версии в самом начале, что это была провокация в отношении Сергея Дуванова. У нас есть сейчас, еще раз подтвержден, доказательства этого. Но мы считали невозможным для себя в ходе непосредственно судебного процесса выступать с какими-либо заявлениями или пресс-конференциями. Из чего мы исходили? Мы исходили из того, что, если вы помните, мы проводили последнюю пресс-конференцию в ходе следствия и требовали трех вещей. Мы требовали дать нам возможность ознакомиться с материалами дела в полном объеме, достаточное время для подготовки к процессу. Мы требовали, чтобы были международные наблюдатели, и таким образом позиция защиты и ход процесса бы контролировался. И третье, мы требовали, чтобы процесс соответствовал нашей Конституции, нашему уголовно-процессуальному законодательству. В этом случае, как мы понимали, вопрос уже не политический, вопрос юридический. Насколько защита будет в состоянии юридически отработать весь процесс? Поскольку стольную степенью допуска эти требования были удовлетворены, стольную степенью допуска, то есть все-таки появились международные наблюдатели, которые находились в процессе весь, вот все время, пока мы в нем участвовали. Нам все-таки дали чуть больше недели на ознакомление с материалами дела, хотя не на стадии следствия, а на стадии суда, но все-таки. И все-таки следует отметить, что судья вел процесс по сравнению с обычным судопроизводством в Казахстане относительно нормального. Во всяком случае, с точки зрения равноправия стран в процессе. Потом вот мои коллеги расскажут то, против чего мы неоднократно протестовали. И забегая вперед скажу, что эти протесты были не только такими заявительными, но мы заявили два ходатайства об отводе судьи и об отводе государственного обвинения обоих прокуроров. То есть сейчас уже об этом можно говорить. То есть что мы предпринимали в процессе, помимо огромного количества других ходатайств, которые скажут мои коллеги. Поэтому весь процесс, все две с половиной недели, которые он длился, мы занимались только юридической составляющей дела. Что такое юридическое составляющее дело? И на этом я буквально завершу вводную, потом мои коллеги, потом если у вас будут вопросы. Что такое юридическое составляющее дело? В любом деле есть три направления, ну так, условно говоря. Первое направление это показания свидетелей. Значит весь процесс для нас было крайне важно. Либо подтвердить, либо провернуть показания свидетелей. Особенно свидетелей со стороны обвинения. Уличить их, например, во лжи, если мы считаем, что они гали, и забегая вперед нам это удалось сделать. То есть оценить все показания свидетелей и в ходе судебного процесса допросить их судебного следствия для того, чтобы выяснить, правда они говорят, неправду, и в коей мере это обвиняет или является основанием для обвинения Дуванова. Второе, так называемые вещественные доказательства. И экспертизы с ними связаны. То есть все, что связано с непосредственно тем, что делало обвинение. Забегая вперед, скажу, что все это мы либо опровергли, либо поставили под серьезное сомнение. Об этом скажут мои коллеги. И третье, это сам процесс как таковой. То есть действия органов правоохранительных по расследованию этого дела. Забегая вперед, скажу, что количество нарушений, которые там были, наверное, за полсотни точно перевалили. Мы честно 2,5 недели занимались только этим. И закончу я следующее. Результат. Как вы понимаете, суд, судебное следствие, это и есть исследование всего, что происходило. Попытка установить истину. Завершу я следующим. Результат нашего судебного следствия и всех документов, доказательств, опровержения доказательств, сомнений, которые мы, так сказать, то, что мы получили в ходе этого суть 2,5 недель, и всего того, что мы пытались сделать до того на стадии следствия, позволяют нам утверждать. Дуванов эту несовершеннолетнюю не носил. Это четкое, стопроцентное наше заключение. Не 99,9, а 100%. Все, что будет дальше, будет на, так сказать, совести тех, кто обвинял и тех, кто будет судить. И забегая вперед, скажу, ни в коей мере не хотим, чтобы эта наша пресс-конференция рассматривалась, как какая-то попытка доваления на суд. У судей есть все возможности не смотреть телевизор и не читать газеты. А просто, так сказать, чтобы у него не было ощущения, что у него давят. Но свою точку зрения до вынесения приговора мы должны высказать. Мы с нашей точки зрения сделали все, что могли. Теперь я передаю слово Виталию Ивановичу, наверное, который продолжит. Мария Михайловна, а потом мы ответим на вопросы. Я хотел обратить внимание, что наши ходатайства, отклонения или нерассмотрения которых судом, это, в принципе, не работа одного дня, это неожиданный результат. В основу их были положены многочисленные ходатайства, которые были заявлены, как во время предварительного следствия, более 30 ходатайств мы заявляли, которые относились и к экспертизам, и к допросам свидетелей, и к признанию доказательств недопустимым и так далее. Назначение дополнительных экспертиз. Большинство ходатайств в ходе предварительного следствия были отклонены. В ходе судебного следствия, примерно такое же количество, если не больше, на каждом судебном заседании нам было заявлено ходатайство. Практически все они были либо отклонены, либо оставлены на рассмотрение в совещательной комнате, которая когда-то будет при вынесении якобы приговора. Следствие по этому делу, я хотел бы обратить внимание, закончено было в рекордно короткий срок. Это непростое дело, вроде бы по фабуле оно простое, но на самом деле туда были брошены лучи, по их мнению, силы МВД, и оно было закончено в месячный срок, 28 октября, 28 ноября оно уже было закончено, исправлено в суд. Другое дело, что нам не дали там возможности знакомиться, но судебное следствие, в отличие от предварительного следствия, продолжалось очень долго. Это тоже рекорд, наверное, что мы участвовали 11 дней, полных рабочих дней, условно судебное следствие, которое еще не завершено. В судебном следствии и в процессе подготовки к главному судебному разбирательству участвуют два прокурора, хотя по закону государственные обвинения могут поддерживать прокуроры, не один прокурор, а несколько, только по делам сложным и многоэпизодным. По нашему мнению, во всяком случае, многоэпизодным эти дела точно не являются, ну и сложности особой в уголовном правом понятии оно не представляет. Тем не менее, все наши ходатайства в ходе судебного следствия практически были отклонены. Мы могли уже в начале судебного следствия обратиться с подобным ходатайством, потому что то, что Гуванов не виновен, то, что его вина не доказана, нам было еще ясно и до направления дела в суд. Но мы сознательно, как Евгений Александрович здесь сказал, прошли этот путь, сознательно участвовали в исследовании всех доказательств, допросе всех свидетелей, анализе всех экспертиз, положенных в основу обвинений. И только сейчас, вот, итогом и явилось наше обращение с подобными ходатайствами. Почему? Уголовно-процентальное законодательство позволяло еще раньше такое ходатайство сделать, но 6 декабря Верховный суд Республики Казахстан принял новое нормативное постановление, номер 26, которое было опубликовано только 29 декабря, перед Новым годом, и вступило в силу с момента опубликования о применении уголовно-процентального законодательства, регулирующего право на защиту. И Верховный суд там совершенно однозначно сказал, что в случае нарушения принципов уголовного процесса, а это право на защиту, и законность, и состязательность, и всестороннее полное объективное исследование обстоятельств дел, и так далее, а нарушений грубейших было очень много, в соответствии с статьей 9 УПК, все производство по делу может быть признано недействительным, уголовное дело подлежит прекращению и соответствующими правовыми последствиями. Поэтому наши ходатайства были основаны в точном соответствии с уголовно-процентальными законодательствами и требованием нормативного постановления Пленного Верховного Суда, которое является обязательным и для судов, и для всех, потому что является источником права. В сожалению, суд действительно даже не заслужился уйти в совещательную комнату, чтобы посмотреть хотя бы наши аргументы, и, совещаясь на месте сам с собой, отказал в ответвлении ходатайства. Естественно, такая реакция нашего подзащитного. Я хотел бы сказать, что действительно от него поступило заявление, что он не желает участвовать дальше в судебном избирательстве. Закон позволяет, что если подсудимый, находящийся под стражей, не хочет принимать участие в дальнейшем судебном избирательстве, в принципе, его участие там не обязательно. Я не думаю, что его будут возбозить на суд. При условии, что там обязательно присутствует защитник. На следующий день после отклонения ходатайств судья назначил защитника, насколько я знаю, Загитов Мурат, это адвокат в Матинской городской областной коллегии адвокатов, там он сам местный, Карасайский. Как дальше будет идти процесс, мы не знаем, но я думаю, что даже вот при сложившейся ситуации, с учетом почти завершившегося судебного следствия, там осталось огласить порядка половину третьего тома всего, дело из трех томов. В основном она состоит из наших ходатайств о прекращении, о нарушении права на защиту и так далее. И сейчас у суда имеются реальные все возможности уйти в совещательную комнату, взвесить аргументы обвинения и защиты и принять законные, справедливые, абсолютно решения. Естественно, по нашему убеждению, этим решением может быть только оправдательный приговор. Мне что сказать? Во-первых, я все же вот по делу, по делу отсутствует и вообще ни доказательства виновности Дуванова в совершении данного преступления. А такой вывод я для себя сделал, значит, участвую в следствии. Думаю, парочку таких ярких примеров я могу вам, если вам интересно, значит, привести. Значит, ну, в частности, запустим. Я заявил ходатай на нарушение, я уже не выдержал, значит, и, значит, эмоционально заявил отвод, сославшись на делать нарушение, и в этом я усмотрю. Выслушать мнение всех участников процесса по заявленному отводу. Так вот, он должен опросить мнение, узнать мнение. Он опрашивает мнение одного представителя государственного обвинения, одного представителя потерпевшего и саму потерпевшую. И все. То есть он не опросил мнение. Вот законно это, а мы по закону не вправе обжаловать данное постановление. Затребовано, значит, занесение в протокол. Вот вам, значит, действия суда. Теперь, допустим, подтверждение тем нарушениям, когда назначались все экспертизы по делу, практически все экспертизы, они были назначены и проведены, буквально 29-30-30 проведенные и экспертизы по этому делу. Значит, ну, во-первых, вот если говорить об этих экспертизах, и биологическое, там, генное, геномное и так далее, другие экспертизы. Так вот, значит, мы обратились... С научной точки зрения, с научной точки зрения, значит, поставлено было под сомнение достоверность этих экспертиз, так как там были разбирательства. Вот. О том, что они с процессуальной точки зрения не отвечают этим требованиям. Значит, и вот попутно, ну, вопиющие там факты были установлены нами при изучении экспертизы. И вот вам подтверждение того, что почему... Факты фальсификации прямой доказательства. Об этом я написал, ходатайство, вот, мои коллеги поддержали, значит, что действительно факты имеются. Значит, все ходатайства были отклонены. Вот. Значит, да... Также хочу сказать, что вот эти заключения, значит, суд вначале не считал необходимым даже приобщить к материалам уголовного дела. Ходатайство, такое запредельное количество процессуальных нарушений, оно требует немедленного оправдательного приговора или прекращения уголовного дела. Значит, меня лично особенно впечатлил допрос экспертов. По крайней мере, на две трети вопросов эксперты отвечали, не знаю, не помню, это не входит в мою компетенцию. Я помню, как адвокат Арсенов задал экспертсу-химику вопрос. Скажите, вы экспертируете бутылку, в которой налита жидкость красного цвета. А на постановлении наращения экспертизы написано, что это экспертируется водка. Вас не насторожило, что она красного цвета? Эксперт отвечает, это не входит в мою компетенцию. То есть экспертизы ненаучные, экспертизы совершенно ненадежные, экспертизы сделаны кое-как, что и подтвердило заключение московских специалистов. Значит, теперь надо сказать о тех трудностях, с которыми мы встретились, при нашем желании осуществить то, что написано, указано прямо в законе, конфиденциальная встреча защитников со своим подзащитным. Каждый раз это сопровождалось какими-то, ну я даже не знаю, какое подобрать слово, какими-то шероховатостями, какими-то трудностями. Судья разрешил, конвой не разрешил. На наш прямой вопрос, кто же все-таки хозяин судебного заседания, конвой или судья? Судья сказал, что конвой, конвой. Принесли инструкцию, по которой было написано, что хозяин судья. Потом с большим все-таки нам трудом удалось этого добиться. Ну в общем, процессуальных нарушений множество. У нас свидетели и потерпевшие дают совершенно явно ложные показания, путаются в датах, путаются во времени. Многочисленные ходатайства, если бы они были удовлетворены, они, конечно, эту ложь вывернули бы на поверхность, и судья ничего бы не стоило, и облегчило бы его задачу вынесения решения соответствующего закону. Но, увы, эти ходатайства не были удовлетворены, так что не знаю, какое будет решение. Перед вопросом я один еще хотел упустил, вот в продолжение того, что сказали адвокат Сарсенов и защитник Пульма. Вот адвокат Ворону говорил о нарушении основополагающих принципов уголовного судопроизводства, в связи с чем мы сделали ходатайство о признании производства недействительным и прекращение дел. Один из принципиальнейших, не знаю, основополагающих, конституции прописанных принципов является принцип презумпции невиновности. То есть никто не может быть признан виновным, пока его вина не установлена вступившим в силу приговором суда. С самого первого документа, вообще это надо, это потрясающе. То есть вы как только открываете уголовное дело и читаете первое, постановление о возбуждении уголовного дела или постановление о создании оперативно-следственной группы по этому делу, вы читаете, такой-то следователь или дознаватель установил, что Дуванов совершил изнасилование в совершеннуреции. Не обвиняется, не подозревается, не есть основания, не есть заявления, а просто он установил. И наиболее я приводил этот пример в ходатайстве, просто потрясающе звучит вот это постановление о создании оперативно-следственной группы. Написано, замначальника УВД Алматинской области установил, что Дуванов совершил изнасилование в США. И дальше он пишет, в целях полноты и объективности создать оперативно-следственную группу. Какой полноты и какой объективности, если ты все уже установил. То есть, вообще, о чем идет речь? Ни одного процессуального документа, поверьте, вот три тома, ни одного нет, в котором бы говорилось в предположительной форме. Ведь пока же ничего не установлено. Пока есть только ее показания, его показания, и потихоньку обвинение собирает доказательства якобы вины Дуванова. Так, естественно, должно существовать формулировка, которая называет Дуванова подозреваемым, потом обвиняемым. Он еще не преступник, еще никто ничего не установил. Еще идет процесс. Ни одного нет документа в этом деле, где было бы написано, что Дуванов подозревается, что есть основания полагать. Просто написано, установил, направляется на экспертизу, материалы написано, Дуванов совершил изнасилование, совершенно вернее. Направляются на экспертизу какие-то материалы. Ну, понятно, к эксперту приходит документ, что Дуванов совершил изнасилование, а ты теперь это подтверждаешь. То есть, с точки зрения соблюдения уже только этого, принципа презумпции и неномности, Вообще говорить не приходится. И последнее. Я думаю, что надо потихонечку начинать говорить о том, что о провокации в этом деле. Значит в этом деле есть явный след полиции. Более подробно мы пока говорить не будем. Мы об этом говорили на одной из пресс-конференций. Я приведу только одно показание свидетеля, которое он подтвердил и письменно, и в ходе судебного разбирательства. Этот свидетель показал, что за месяц до предполагаемого изнасиления этого события потерпевшие ее мать были привезены к нему домой. И поселены у него двумя людьми. Мы полагаем, что сотрудниками полиции и комитета национальной безопасности. Один из которых заплатил ему за их проживание и сказал, что это важные свидетели по одному делу. Это подтверждено в ходе судебного заседания этим человеком, у которого они две недели проживали. Это подчеркну за месяц до события. Ну, выводы и комментарии можете делать сами. Это только не самая большая часть, это один из элементов того, если так можно сказать, расследования, если хотите, которое мы проводили сами, и того, что было в принципе подтверждено в ходе судебного заседания. Этот человек подтвердил это в суде и подтвердил это в письме. Одно слово можно я еще добавлю? Я вот тоже упустил. Здесь мы говорим о суде, о предварительном следствии. Я вот просто два слова хотел сказать о роли прокуратуры в этом деле. И вот ход всего судебного следствия показал, что прокуратура не выполняет своего конституционного предназначения о высшем надзоре за законностью в нашей стране. Потому что не только поддерживать обвинение в суде прокуратура обязана, но если она устанавливает, выявляются какие-то факты нарушения законности, она должна принимать меры к восстановлению этой законности. А все наши ходатайства, которые мы заявляли о том, что сфальсифицированы доказательства, что они недопустимы, почему мы расписывали, говорили, почему они недопустимы, какие нарушения конкретно допущены в ходе собирания и фиксации этих доказательств, на все наши ходатайства прокуратура заявляла отклонить эти ходатайства, отклонить. Вот вам законность в понимании прокуратуры доблестной нашей республики. Я еще хочу сказать, что судья отклонил, совершенно необоснованно отклонил ходатайства о вызове целого ряда свидетелей, которые могли бы дать показания, которые, безусловно, разбивали бы вот эту вот надуманную версию об изнасиловании. В частности, их квартирные хозяйки, там еще, еще, еще и еще одной квартирной хозяйки. Они были отклонены, эти свидетели дали бы показания, которые однозначно бы свидетельствовали о том, что Дуванов не совершал этого преступления. Но, к сожалению, они были отклонены, причем отклонены, не мотивированы в нарушении закона. Пожалуйста. Пожалуйста. Начнем с понедельника. Господин, у нас совсем был вопрос. Основным доказательством изнасилования является генетическая и гинекологическая экспертиза. Если они сфальсифицированы, то как? Ну, сфальсифицированного я вам говорю, что, во-первых, они не отвечают требованиям научной обоснованности, что подтвердили заключение московских специалистов. Поэтому мы требовали проведения дополнительных и повторных экспертиз и по биологической, и по вот этой геномной экспертизе. А сфальсифицированы, я вам скажу, каким образом сфальсифицированы эти экспертизы. Вот это надо немножко углубиться, да, получается. Вот смотрите, я вам расскажу. Изымаются вещественные доказательства. То есть вещи потерпевшей Дуванова и соответствующие там мазки и прочее. Значит, после изъятия они изымаются 28 октября. 29 октября следователь своим протоколом производит, ну, в соответствии с протоколом, он производит осмотр этих всех изъятых предметов, вещей. После проведения он в протоколе пишет, упаковывает, запечатывает, значит, как бы положено, как протокол, но все это делает. Теперь эти вещи поступают на первую экспертизу, на следующий день, 30-го, по-моему, или 31-го, поступают на первую экспертизу. И первая была, кстати, не биологическая, не генная, не знаю, как правильно, геномная, вот, а поступают на криминалистическую там, кстати, по микрочастицам. Так вот, с этого момента мы говорим, что фальсификация. Каким образом, значит, следователь пишет, что, вот почему Дуванов, кстати, его образом сказал, что все дело шито белыми нитками. А здесь, как раз, прямое подтверждение этому вот выражению, белыми нитками. Следователь пишет, что все вещи после осмотра он обвязал горловиной, опечатал печатью, значит, несуществующей печатью он опечатал, во-первых, бирками, и нитками белого цвета он завязал все эти вещи, все буквально. Эксперт, который получил эти вещественные доказательства, поступившие к нему, начинает описывать и пишет, что все эти вещественные доказательства перевязаны нитками черного цвета. Как этого может быть? Значит, кто-то скрывал эти вещественные доказательства до того, как они поступили на самую первую экспертизу. Теперь, дальше, этот эксперт, первая экспертиза, значит, они проводят исследование, описание в заключении проведенных исследований, все он описывает, что он делал, он описывает, и по закону требуется подробнейшим образом весь ход исследования должен подлежать описанию, значит, в протоколе, ой, вернее, в заключении. Значит, вот он описал, следующее, на следующий день с этой экспертизы поступает на биологическую экспертизу, И биологическая экспертиза уже устанавливает такие разрывы и прочее, которые эти эксперты не указали в своем заключении. Теперь устанавливает следующая экспертиза. Там вырезки произведены, которые не отражены в том заключении. Как это объяснить? Когда мы уже подняли вопрос, начинает выкручиваться, да это мы произвели, да и прочее десятое. И мы говорим, эксперту задаю вопрос, как это вы производите вырезки, то есть вы уничтожаете часть вещественного доказательства и не отражаете в своем заключении. А это на наше усмотрение. Ну как это понять? Ну я говорю, закон требует одно, когда эксперту задаешь вопрос, как вы полагаете, почему в законе написано, должно быть отражено надежность, степень надежности проведенных вами исследований. Значит, закон требует, это не я требую, не жоптец требует. Вы не отражаете этого в протоколе. Он говорит, а наша инструкция не предусматривает этого. Я говорю, что тогда для вас важнее, инструкция или закон? Молчат. И вот таких, я говорю, моментов при вот этих экспертизах. Теперь третья экспертиза, другие опять выявляют обстоятельства по исследованию вот этих вещественных доказательств. Ну еще, допустим, первая экспертиза, одни в одном месте обнаруживают помарки, будем так говорить, биологического характера, другая экспертиза совершенно других, а эти помарки не обнаруживают. Как это понять? Как это расценивать? Они пытаются объяснить эксперты, что не внимательностью и прочее. И вот я почему сказал, что у нас вот эти экспертизы, у нас, ну, простым словом сказать, что бардак там в этом бюро судебных экспертиз. Почему? Потому что каждый, значит, на свой лад, по своему усмотрению, другому эксперту задаешь вопрос, а почему вы, вот, экспертиза, не буду говорить, какая экспертиза, значит, пишут в заключении, что, дают заключение, но само исследование, какое произведено, в описательной части исследования не описывается. Я говорю, а как это вы дали вывод, а не провели исследование? А я провела, я это имела в виду в уме. Я считал, что это не обязательно отражать. Вот вам экспертизы. Отсюда делайте выводы. Я еще одно дополнение сделаю. Я понимаю ваш вопрос, потому что он один из самых принципиальных. То есть вопрос, отсутствие наличия, да, наличие, наличие есть или нет? Два примера, и все станет ясно. Первый пример. Потрясающе, но приехавший дознаватель вместе с оперработниками не изымают нижнее белье у дуану. Вообще. И изымают вечером того дня по настоянию адвоката Воронов. Потом мы когда-нибудь расскажем, почему. То есть адвокат Воронов настаивает, чтобы у Дуванова изъяли нижнее белье, которое уже совершенно не то, в котором он был. Я уж не по этому не буду говорить. Второй момент. Один из самых принципиальных, если вы помните, с самого начала шел разговор о том, что Дуванов выпил бокал вина и вырубился, как он говорит. Один из главных вопросов, который задавали на всех экспертизах, и который сейчас подтвержден московской экспертизой, и кстати, что интересно, подтвержден был и допросом наших экспертов в ходе процесса. Возможно ли получение у глупого спящего человека или человека, находящегося под воздействием психотропных веществ, получение спермы? Возможно. Совсем вытекающими суд последствиями. Поэтому для нас, даже с этой точки зрения, экспертизы не принципиальны. Принципиально доказалило ли обвинение, что он не был под воздействием психотропных веществ, и что это было невозможно. Обвинение этого не доказало. Совсем вытекающий суд последствий. Так, пожалуйста. Здесь все работает. Не надо двигать. Ну, во-первых, в моем ходатайстве о признании недействительным всего уголовного процесса, проведенного в отношении Дуванова, речь шла в том числе и молекулярно. Ну, она называется по заключению эксперта не геномная, а молекулярно-генетическая, как специалисты сами ее называют. Вот. Я ставил вопрос о признании недопустимых семи экспертиз. Во-первых, потому что с постановлениями о назначении этих экспертиз нам действительно не были ознакомлены. Это грубейшее нарушение права на защиту. Мы не могли заявить отвод эксперту, мы не могли поставить вопрос, мы не могли предложить своих экспертов, в том числе и иностранных. Мы не знали вообще, кто будет проводить экспертизу. Это первое. В число этих перечисленных семи экспертиз входили все судебно-медицинские экспертизы о свидетельстве, как потерпевшей, так и и самого. Судебно-биологическая экспертиза, которая якобы обнаружила на вещественных доказательствах следы. Но судебно-биологическая экспертиза была положена в основу на молекулярно-генетической экспертизе. Первое. Основания для признания молекулярно-генетической экспертизы недопустимы, потому что в ее основу была положена биологическая экспертиза. И то, что те выводы, которые сделала судебно-биологическая экспертиза, она экспертам-молекулярщикам уже не ставились под сомнение. То есть, если там это, это сперма, это кровь и так далее. Второе. Объектом исследования молекулярно-генетической экспертизы сперма Дуванова вообще не являлась. Они проводили исследование только по крови. Несмотря на то, что в ходе судебного заседания было установлено, что я и мой подзащитный настаивали на том, чтобы взяли у него для условительных исследований только так далее. Третье. В ходе судебного заседания мы проверяли полномочия наших экспертов. И было установлено, что многие эксперты либо осуществляют свои функции с просроченным квалификационным свидетельством, которое выдается только на 5 лет, либо они не внесены в государственный реестр судебных экспертов, что является обязательным требованием. И так в суд они не предоставили данные причинения. Ну и если говорить о конкретном экспертизе, который проводил вот эту экспертизу, то в принципе профессиональная подготовка его, я бы не сказал, она на достаточно, насколько я понял, высоком уровне. И в Казахстане, как она сказала, это уже превращается в обычный вид экспертиз. Но с другой стороны, может быть Казахстан такая великая страна, я посмотрел данные по России и по другому и более цивилизованному миру. В России такие виды экспертиз проводят всего две структуры. Вот это центральное бюро судебной экспертизы российской и служба ФСБ. И то сейчас очень много случаев прямых подлогов при проведении молекулярно-генетических экспертиз, особенно в случае с установлением отсутствия. Это российские данные. В Соединенных Штатах тоже всего две лаборатории могут на высоком качестве научном уровне проводить такие экспертизы. И то одна из них считается вообще безупречной, а другая сомнительной. В Казахстане для проведения таких экспертиз с постановлением правительства установлены стандарты трепетий. Хотя она по закону является таким же рядовым доказательством наряду с другими доказательствами. Это не 100%. Ну так, мы пытались все это выяснить в суде. Ну, например, мы требовали при общении к материалам дела всех статей Дуганова. Мы требовали запросить органы СНБ в отношении возбужденного против него дела и состояния этого дела по оскорблению чести и достоинства президента. Судья отклонил наше ходатайство. Мы очень хотели в процессе исследовать вопрос истории, времени, места и авторства появления всем известных тезисов в пресс-конференции, которые пришли из администрации президента. Я бы хотел, забегая вперед, сказать, что мы доказывали, что сами по себе эти тезисы, несмотря на опровержение, которое последовало из администрации президента, появились именно в то время, когда они появились, именно в то время, которое на них указано. И аргументом для этого у нас было следующее. Если вы, те, кто читал эти тезисы, помнят, что в этих тезисах указаны три очень важных таких обстоятельства. Первое обстоятельство, что Дуганов дает показания, что он был пьяный, ничего не помнит. Что были изъяты по делу одежда, там, постель и так далее. И что к нему был допущен адвокат, но фамилия адвоката неизвестна и была, так сказать, в скобках просто указана Фил. Так вот, все эти три обстоятельства могли быть включены в эти тезисы только до 8 часов утра этого дня. Потому что после этого было известно, что никакая постель в доме Дуванова не изымалась, что Дуванов никаких показаний не давал, тем более о том, что он был пьян. А к 11 уже было известно, хотя бы, что я являюсь его защитником, и можно было в скобки поставить мою фамилию. То есть, это просто подтверждение того, что она как раз и появилась в те самые 6.48 утра за час до того, как к Дуванову приехала полиция. То есть, в то время, когда никакие вот эти вот уточненные обстоятельства были неизвестны. И последнее, как я сказал, вот показания этого свидетеля, о котором я говорил, след одного полковника полиции в ходе всего процесса, который, там целая цепь случайных совпадений, где он все время проходит. На него указывают свидетели, которые потом отказываются в процессе это подтверждать. На него, так сказать, он вписан в эту систему. Более того, этот вот полковник являлся начальником того человека, которому привезли потерпевшие своей матери для проживания. И все это сотрудники МВД. Вот, очень интересно, что и мать потерпевшей, и два или три основных свидетеля обвинения все судимы. Тоже очень такой неваловажный фактор. То есть, у нас, мы не можем это утверждать со стопроцентной убежденностью. Но то, что там политическая составляющая есть, и время, и место, когда Дуванов оказался в этой ситуации, с учетом всего предыдущего, его статей, его избиения, возбужденного дела, позволяет говорить, что это дело находится в ряду. Да, и сомнения. Понимаете, очень важно, вот о чем говорили и адвокат Воронов, и адвокат Сарсинов. Основополагающий принцип уголовного судопроизводства, все сомнения должны толковаться в пользу обвиняемого или подсудимого. Как сказал господин Сарсинов, нет в этом деле ни одного доказательства, которое было бы юридически безупречным и прямо указывало на вину Дуванова. Те доказательства, которые косвенно, вот то, о чем спрашивал журналисты, которые косвенно, как-то вроде бы, говорят об его виновности, поставлены не просто под сомнения, а под серьезные сомнения, иногда неустранимые сомнения, которые суд отказался устранять, не назначив повторных экспертиз, не дав нам возможности допросить дополнительных свидетелей. В этом деле, если и есть вот такие доказательства, то они поставлены под серьезные сомнения. По большому счету, в целом, в обвинительном исключении, нет ни одного прямого доказательства вины Дуванова, которое было бы получено юридически безупречно, нормально, в соответствии с уголовным процессуальным кодексом. Только по этим формальным признакам. Потому что все время, еще одну фразу хотел бы сказать, все время нас пытаются вызвать на то, чтобы мы доказывали невиновность Дуванова. Мы не должны этого делать. Нормальный процесс уголовного судопроизводства говорит о том, что доказать виновность обязана государственное обвинение. Если оно его не доказало, или доказало с нарушением закона, то этот человек невиновен. Это принцип уголовного судопроизводства, если мы хотим быть нормальной цивилизованной страной. Поэтому нам нет необходимости ходить и искать подтверждения невиновности Дуванова, хотя мы вынуждены были это делать, мы находили свидетелей, мы ставили под сомнение экспертизы, требовали ли установленные истины, хотя это не наша проблема. Нам даже не было необходимости требовать повторной экспертизы. Нам достаточно было поставить эту экспертизу под сомнение, по формальным признакам, по существенным, по научной обоснованности, и все. И на этом это доказательство исключается. Один из, то что не сказал Виталий Иванович, огромное количество ходатайств наших, около 30, было направлено на то, чтобы действовать методом исключения. Исключите из базы обвинения каждое доказательство, которое получено с нарушением закона. Просто исключите. Вот мы доказали, что оно получено с нарушением закона, это даже прокуратура в ряде случаев признала. Исключайте. Ни одно из таких ходатайств не было удовлетворено. Почему? Потому что после исключения ничего не остается. То есть само обвинительное заключение пропадает вместе со всеми доказательствами. Потому что доказательства либо опровергнуты, либо подставлены под сомнение и получены с нарушением закона. Ни одного юридически безупречного доказательства в деле нет. Лучшие силы МВД, которые исследовали это дело, и Дуванова психотерапия. Спасибо. Я отличный на первый, а потом, пожалуйста. Я отличный на первый. Я ни в коей мере не распространяется информация за рубежом о том, что Дуванов виновен. Более того, несмотря на существование в самом деле требования конфиденциальной, кстати, чего мы в большинстве случаев не могли какие-то материалы дела обнародовать, при этом это спокойно обнародует, например, частично наш посол в Бельгии, господин Толютай Сулейменов. Или, как мы сейчас знаем, не проверены, правда, информации, аналогичная ситуация сейчас в Соединенных Штатах, где распространяется ряд материалов из уголовного дела. Причем ясно, что это не нами, а сотрудниками органов внутренних дел или Комитет национально-безопасный. Второе. Да, мы потеряли связь с Дувановым. Связь сейчас есть только в той или иной мере через назначенного защитника. Ну, посмотрим. Это было решение Дуванова. Насчет психотопных средств ничего не могу сказать. Но к настоящему времени его содержание, опять же, с учетом всех поправок, касающихся вообще содержания у нас заключенных, было удовлетворительно. Хотя был ряд случаев, там, не давали передать ему лекарства, еду, там, кто сказать. Это все в рамках борьбы происходило, заставляя все-таки обеспечивая права. Я узнал как журналисту, вот как он, может, это неэтично, а просто адвокатом. А сейчас он выходит на стезе адвоката. Я читал материалы. Позвольте, я отвечу на нашу вопрос. Дело в том, что Нуршин, он в течение многих лет, у него несбыточная мечта, которую он щится осуществить, это занять место в ряду людей авторитетных, значительных, уважаемых. Но поскольку эти люди им однозначно брезгуют, то он себе оставил малопочтенную роль Крыловской моськи, которая тяпкает на сломов. Вот этим объясняется его участие в процессе. Я не Нуршине. Вот, ну, действительно, мы лишены сейчас возможности встречаться с Сергеем, потому что нас просто не пустят в следственный изолятор. Хотя, по закону, у подсудимого есть возможность в любой момент потребовать опять своих адвокатов обратно. Это первое. Вот, мы можем поддерживать с ним сейчас чрезнозначного адвоката. К сожалению, мы с ним еще не встречались, и фактически не знакомы. Но в процессе есть еще международные наблюдатели, поэтому я не думаю, что этот процесс полностью превратился в закрытый. А то, что касается возможности применения психотропных веществ, я не думаю, что такая необходимость у стороны обвинения, либо у других органов возникнет, потому что Дубанов, в отличие от потерпевшей и других свидетелей обвинения, ни разу за время предварительного следствия суда своих показаний не менял. Он с 28 октября по 23 января говорил одно и то же совершенно. Поэтому сейчас изменить показания с помощью использования психотропных веществ, либо добиться, чтобы он признал себя виновным, ну, в это никто уже, конечно, не поверит. Ну, и все-таки вот о участии господина Нуршина просто... Его участие достаточно интересно в процессе, потому что сам подсудимый его участие в процессе не замечает. Когда Нуршин пытался задать вопросы Сергею Дубанову во время судебного следствия, во время допроса подсудимого, Дубанов, обращаясь к председателю, сказал, что, Ваша честь, я единственный человек в этом зале, у которого есть только права и нет никаких обязанностей. Я воспользуюсь своим правом не отвечать на вопросы пустого места. И, таким образом, ни на один вопрос Нуршин он не отвечал. Так, по-моему, вы видите сценарий окончания этого процесса. И, третье, вот в суде случала ли такая информация, проходила, что эта девочка или девушка 14-летняя имеет ребенку уже, да? Вот три вопроса. Обсуждался вопрос дела Дубанова в Швейцарии у меня нет. Единственное, последнее, вы знаете, все это вопросы, которые задавались президенту в ходе его визита в Бельгию. В Бельгии, да, действительно, такой вопрос ему задавался. И, с моей точки зрения, президент тоже в той или иной мере нарушил принцип резюмпции невиновности, сказав, что, так сказать, вина Дубанова установлена, там, экспертизы что-то подтвердили, он там совершил это изнасилование. Я за точность, я не цитирую, так сказать, а вот то, что поступило из Бельгии. Что касается второго вопроса, каковы перспективы? Ну, вы понимаете, опять же, не хочется до вынесения приговора забегать вперед. Давайте дождемся приговора. Я юридически, с юридической точки зрения, нет оснований для вынесения винильного приговора, с нашей точки зрения. Во всяком случае, то, что вина Дубанова не доказана, для нас абсолютно очевидно. Что сделает суд, сказать сложно. Мы увидим приговор. И третье, значит, насчет ребенка у нас никаких подтверждающих документов нет. Единственное, что я могу сказать, что первоначальная информация о, так сказать, отсутствии у нее, как бы, ранних, вернее, половых контактов до этого момента, нами поставлена под очень серьезное сомнение. И более того, так сказать, и для этого есть некоторые доказательства. Кстати, приобщенные судом к материалам дела. Но, во всяком случае, приобщим. Он не признал политический характер. Он сказал, что всему, что он приобщил к материалам дела, он даст оценку в совещательный фонд. Так что, пожалуйста, не пишите, что судья признал политический характер этого дела. Я в какой-то мере хотел разбить вопрос Шарифа Куракбаева. Вы сказали, что задержали Дуванова за два или за три месяца. Была задержана... Отрабатывали или нет? Второй вопрос. Вы доказали, какая-то, допустим, копирюшная или нет-то копирюшная, родила такого-то ребенка весом столько-то, ростом? Нам удалось доказать невиновность Дуванова. Я в продолжении. Я хотел бы... Я хотел бы понять, что... Это... Это... Трудно... Осознать вот это все. Он назначили только в пятницу. Я не думаю, что он субботу-воскресенье знакомился с материалами дела. Более того, у него появляется право потребовать повторения некоторых судебных действий, совершенных судеб вновь. Потом, незаконченное оглашение материалов уголовного дела, не было судебных премий, и суд в совещательной комнате, ясное дело, будет находиться, наверное, не один день. Отдает их, их увозит. Дальше смотрите. Я думаю, что вы... Дальше смотрите. Спасибо.